здравствуйте дорогие студенты сегодняшняя моя лекция посвящена изучению фотоэффекта свою лекцию я хочу начать со слов великого тютчева не то что мните вы природа не слепок не бездушен ли не есть душа не есть свобода в ней ли есть любовь не есть язык физика это наука о природе и один из уникальных явлений этой природе является свет и о том что что такой свет и что свет состоит из частиц еще 17 веке говорил исаак ньютон но его теория подтвердилась только 20 веке после открытия фотоэффекта фотоэлектрический эффект был открыт 1887 году немецким физиком генри герцем а потом уже экспериментально фотоэффект исследовал ученый столет наиболее полное исследование явление фотоэффекта было выполнено ленардом 1900 году фотоэлектрическим эффектом называется высвобождение электронов под действием электромагнитного излучения фотоэффект бывает двух типов внутренний фотоэффект и внешний фотоэффект внешний фотоэффект это фотоэлектронная эмиссия это испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения внутренний фотоэффект это вызвано электромагнитным излучением переходы электронов внутри полупроводника или диэлектрика и связано в состоянии свободной без Внешний фотоэффект был исследован ученым Герцем в 1887 году. Он облучал поверхность ультрафиолетовыми излучениями. При облучении ультрафиолетовыми лучами электродов, находящихся под высоким напряжением, разряд возникает при большем расстоянии между электродами, чем без облучения. Ультрафиолетовые лучи, проходящие через сетчатый положительный электрод, попадают на отрицательно заряженную цинковую пластину и выбивают из нее электроны, которые устремляются к сетке, создавая фототок, регистрируемый чувствительным вольтгальванометром. Законы фотоэффекта были исследованы уже ученым Столетовым в 1887 году. Он исследовал законы фотоэффекта уже в качественном состоянии, то есть он наблюдал из каких параметров, от каких свойств зависит сам наблюдение фотоэффекта. Для опыта фотоэффекта Столетов построил вот такую экспериментальную установку, в котором баллон, внутри которого находится высокий вакуум и электроды, катод и анод. Там окошечко, которое могло попадать из света, и этот баллон соединялся с амперметром, вольтметром и источником тока и реостат. Свет, когда попадал на катод, свет выбивал электроны с поверхности катода. Выбитые электроны двигались к аноду, цепь замыкалась, возникал фототок. Вот этот эксперимент сделал ученый Столетов, и вольтамперная характеристика этого явления вы видите в данном графике. И вот эта часть, где и Н1, и Н2 являются токами насыщения, при котором все электроны, выбитые из поверхности катода, устремляются к анодам. Фототок насыщения – это ток, при котором все электроны, испускаемые катодом, достигают анода. Задерживающее напряжение – минимальное обратное напряжение, при котором значение фототока равна нулю. МВ квадрат делить на 2 – это кинетическая энергия выбитых электронов. Е умноженное у задерживающей – это работа, выполненная электронами. Запирающий потенциал не зависит от интенсивности падающего света потока и линейно возрастает с увеличением частоты света. Столитов, исследуя фотоэффект, нашел три закона для фотоэффекта. Первый закон фотоэффекта заключается в этом. При фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, испускаемых фотокатодом в единицу времени, пропорциональны интенсивности света. Сила фототока насыщения пропорциональна энергетической освещенности катода. Зависимость мощности источника света и фототока насыщения имеет следующую последовательность. Мощность источника света пропорциональна интенсивности падающего света. Интенсивность падающего света пропорциональна числу падающих фотонов. Число падающих фотонов пропорциональна числу выбитых электронов с поверхности катода. А число выбитых электронов составляет поток насыщения. Видите, эта последовательность показывает, что мощность источника света зависит фототок насыщения. Таким образом, первый закон фотоэффекта показывает фототок насыщения пропорционально световому потоку, падающему на металл, так как сила тока определяется величиной заряда. А световой поток энергии светового пучка. То можно сказать, что число электронов, выбиваемых за одну секунду из вещества, пропорционально интенсивности света, падающего на это вещество. Второй закон фотоэффекта заключается в том, что максимальная начальная скорость или максимальная начальная кинетическая энергия выпитых электронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой. Последовательная связь частоты падающего света и кинетической энергии выбитых фотоэлектронов в следующем соотношении. Частота падающего света зависит от энергии падающего фотона, энергия падающего фотона зависит от энергии электрона, энергия электрона зависит от скорости фотоэлектронов, скорость фотоэлектронов зависит от кинетической энергии фотоэлектронов. Таким образом, частота падающего света прямо пропорциональна кинетической энергии выбитых электронов. Второй закон фотоэффекта показывает, что кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит от его частоты. Третий закон фотоэффекта. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, минимальная частота света или максимальная длина волны, зависит от химической природы вещества и состояния его поверхности, ниже которой фотоэффект невозможен. Минимальная частота или максимальная длина волны падающего света, при которой начинается фотоэффект, называется красной границей фотоэффекта. Частота, при котором наблюдается фотоэффект, это минимальная частота или частота красной границы фотоэффекта, определяется отношением работы выхода к постоянному планку. Максимальная длина волны, при котором наблюдается фотоэффект, определяется отношением H, постоянной планки умноженной на скорость света и поделенной на работа выхода электронов. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, то есть существует наименьшая частота, при которой еще возможен фотоэффект. Зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света для некоторых металлов. Отрезки, отсекаемые на оси ординат, численно равно работе выхода электронов из металла. Как вы видите из графика, для алюминия работа выхода меньше, чем для цинка и для никеля. Для никеля работа выхода электронов с поверхности металла самая большая. То есть этот график показывает, что фотоэффект зависит от химического состава облучаемого металла, то есть от химического состава катода. Вот этот тангенс угла наклона прямой равен отношению постоянной планки к заряду электрона. Основные закономерности фотоэффекта. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света и не зависит от его интенсивности. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота, при которой еще возможен внешний фотоэффект. Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода, за одну секунду прямо пропорционально интенсивности света. Фотоэффект практически безинерциален. Фототок возникает мгновенно после начала освещения катода, при условии, что частота света больше, чем минимальная частота, то есть красная граница фотоэффекта. Теория для фотоэффекта была разработана ученым Эйнштейном. Для теоретического доказательства фотоэффекта посмотрим уравнение немецкого физика Макс Планка. Квантовая физика изучает свойства строения атомов и молекул, движения взаимодействия микрочастиц. По теории Макс Планка, тело испускает свет порциями, квантами, энергия которого определяется через выражение E равен h ν, где h – это постоянная планка, которая равна 6,63, 10 минус 34 джоуль, умноженный на секунду. Кванты электромагнитного излучения, движущиеся со скоростью распространения света в вакууме, называются фотонами. Энергия фотона равна E равен h ν, масса покоя фотона равна нулю, масса фотона определяется через отношение h ν к c квадрат, где c – это скорость света, 3 умноженное на 10 восьмой метр на секунду, или E делить на с квадрат. Импульс фотона – это отношение энергии фотона к скоростью света, или h ν делить на s, где h – это постоянная планка, которая равна 6,63, 10 минус 34 джоуль в секунду, или 4,136 тысячный, 10 минус 15 электрон вольт, умноженный на секунду. Теорию фотоэффекта, как я сказала, разработал ученый Эйнштейн в 1905 году. По его теории фотоэффект по эксперименту тоже практически безинерционен, так как с момента облучения металла светом до вылета электронов происходит время 10 минус 9 секунды. Поглотив квант света электрон, получает от него энергию и, совершая работу выхода, покидает вещество. В теории фотоэффекта было написано на основе закона сохранения энергии. h ν – это энергия падающего излечения, а это работа выхода электронов с поверхности катода, облучаемого вещества металла, а mv квадрат делить на 2 – это кинетическая энергия выбитых электронов. Таким образом, вы видите, что по теории Эйнштейна выполняется закон сохранения энергии. Энергия, поглотившаяся электронами, расходуется на работу выхода и кинетической энергии движения электронов. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта подразумевает энергия падающего фотона расходуется на совершение электронов работы выхода из металла и на сообщение вылетевшему фотоэлектрону кинетической энергии. Другая формула уравнения Эйнштейна выглядит вот таким образом, где е умноженный у задерживающий, у задерживающий – это задерживающий потенциал электронов. Минимальная энергия, необходимая электрону для выхода из вещества, называется работа выхода электронов, и она определяется красной границей фотоэффекта, где H умножен в ню минимальное или hc делить на лямбда максимальное, где ню минимальное – это самая маленькая частота, при котором наблюдается фотоэффект, лямбда максимальная – это самая максимальная длина волны света, падающего излечения, при котором наблюдается фотоэффект. Таким образом фотоэффект доказывает квантовую, то есть корпускулярную теорию света. Открытие фотоэффекта помогло развитию человечества еще на многие года вперед, потому что фотоэффект стал использоваться в киноискусстве для воспроизводства звука, работа фотоэлементов и фотография основана на фотоэффекте. В настоящее время фотоэффект используется в преобразователе солнечной энергии. Применение фотоэффекта ждет еще своего будущего, потому что это явление является основой работы возобновляемых источников световой энергии. Таким образом, дорогие студенты, мы сегодня с вами рассмотрели еще одну теорию, которая показывает, что такое свет. Свет – это уникальное еще оптическое явление. В каких-то случаях она себя ведет волна, а в каких-то случаях она себя ведет частицами. И действительно, теория дуализма объяснения света, она верна, и она подтверждается и теоретически, и экспериментально. Дорогие студенты, если у вас возникли какие-нибудь вопросы, то вы можете эти вопросы отправлять на мою электронную почту, которую вы видите на экране. Спасибо большое. До свидания.